Братья и сестры, я вас всех приветствую. Мир вам. О чем вы думаете, когда слышите выражение «герой веры»? Думаете ли вы о доблести человека, о храбрости человека или о силе человека? Есть ли у вас герой, на которого вы хотите быть похожим? Каким вы хотите видеть себя? Ну, я думаю, вы понимаете, что это вопросы, которые часто слышат дети. Вот такими вопросами мы, рассуждениями, мы пытаемся дать правильное направление жизни. Ну вот, а что можно было бы сказать о себе, когда мы уже взрослые? Ну вот, большинство из нас и не стали героями веры, и не стали людьми, на которых хотели быть похожими. Не так ли? Немногие из нас могут похвалиться такой насыщенностью жизни, ну, хотя бы не до такой степени, чтобы стать примером для других. Если говорить о своей жизни, можете ли вы определить самое значительное событие в вашей жизни за годы вашего христианского опыта, кем вы стали? Мое желание к тому, что мы с вами знаем о христианском опыте и о жизни верующего человека, но добавить опыт еще одного из героев книги «Бытие» – это будет Иаков. Это всегда очень полезно, вот, рассуждать о библейских героях. Вот дело в том, что при правильном чтении вот эти вот истории о людях, они не столько вот упрекают читателя, сколько помогают разобраться в себе. Эти истории помогают увидеть работу Бога в нашей жизни, удивительную заботу Бога Отца, и не только тогда, когда мы с вами остаемся послушными детьми. Если в вашей жизни не происходит того, что происходит в жизни героев, это совсем не говорит о том, что Бог в вашей жизни не действует. Это не говорит о том, что Бог не ведет вас, да именно вас, к высоким целям и глубоким познаниям. За 30 минут второй проповеди мы с вами попытаемся пройти целую главу, а именно 32 главу книги «Бытие». Если ваша Библия открыта, вы можете следить. Если у вас нет с собой Библии, вы можете просто слушать. Немного напомню контекст истории, то есть пусть глава будет перед вами. Будем обращаться к некоторым стихам этой главы. Как уже сказал, мы будем говорить об Иакове. Итак, Иаков, было у него в жизни, когда он обманул Исаака, своего слепого отца, и таким образом он получил благословение родного брата-близнеца Исава. Я думаю, вы помните эту историю, что Исав не просто остался недовольным. Текст Писания говорит, что Исав возненавидел Иакова за благословение. И очень скоро вот эта вот ненависть, она перешла в угрозу. Угрозу убить родного брата-близнеца, убить Иакова. А вследствие чего Иакову пришлось бежать в дом своего дяди в Харане. Это было далеко за пределами Ханаана, обетованной земли. И вот Священное Писание говорит нам о том, что прежде чем покинуть обетованную землю, сам Бог явился Иакову, который вот только что обманом приобрел благословение своего брата. Он явился ему во сне. Иаков видел лестницу. Он видел лестницу в небо, по которой спускаются и поднимаются ангелы. Иаков видел Господа, который заверил его в том, что именно ему, Иакову, принадлежит благословение завета. Он услышал заверение от Бога, «Я не оставлю тебя в чужой стране». И даже большее. Бог сказал ему, что «Я верну тебя, я приведу тебя обратно в землю обетования». И вот 32 глава книги «Бытие» – это отрывок повествования о возвращении патриарха Иакова в землю обетования. И вот 32 главу, 32 стиха, 32 главы по смыслу можно разделить на три части. Если будет вам интересно, вы дома можете прочитать эту главу сами. А первая часть – это самая большая часть этой главы, до 21 стиха. По смыслу это просто возвращение Иакова. А вторая часть – с 22 до 30 стиха – это борьба Иакова с незнакомцем. И последняя часть – самая короткая. А последние два стиха этой главы – это хромота Иакова. То есть именно так мы с вами посмотрим на содержание этой главы. Итак, возвращение Иакова. Прошло 20 лет с того момента, когда Иаков в спешке покинул дом родителей Исаака и Ревеки. 20 лет назад он ушел, как одинокий изгнанник. Теперь он возвращается очень богатым человеком. Кроме верблюдов, овец, коз, коров, у Иакова есть замечательная семья. У него по обычаю того времени две жены, 11 сыновей и одна дочь. Бог, несомненно, благословил Иакова. И вот только Иаков теперь понимал, что благословение Бога – это не только имущество, которым он обладал. Вот этот человек понял, что благословение Бога больше, чем коровы, козы и овцы. Иаков теперь хорошо знает, что вся его жизнь находится в руках Бога. Дело в том, что Лаван, его тесть, у которого он жил, неоднократно обманывал Иакова. Он менял его жен, он менял его зарплату, но, несмотря на все хитрости Лавана, Иаков процветал. Процветал и Лаван благодаря работе Иакова. По мере того, как рослись тогда Иакова и Лавана, неизбежно приближался и конфликт между этими людьми. И когда отношения начали меняться к худшему, Господь и сказал Иакову – вернуться на родину, вернуться в землю отцов. Ну, вернуться на родину – это всегда хорошо, не так ли? Мы с вами когда-то покинули родину, и, может быть, вы думаете, мечтаете еще, думаете о том, что такое родина. Только вот возвращение на родину для Иакова означало самое большое испытание его жизни. Дело в том, что через 20 лет он приближался к местности, где живет Исаф. Исаф. Дядя Иакова Лаван был обманщиком, был хитрецом. И вы знаете, Иакову легко было с ним справляться, но Исаф – это воин. Каким? Какой прием ожидает Иакова? И приближаясь к земле родителей с большим опасением, Иаков посылает сообщение своему брату, что он вернулся. В этом сообщении написывает достаток семьи и ищет благоволение брата. 4-5 стихи, 32 главы. Иаков приказывает своим слугам, сказав, «Так скажите господину моему Исаву, вот что говорит раб твой Иаков, я жил у Лавана и прожил до ныне, есть у меня валы и ослы и мелкий скот, и рабы и рабыни, я послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими». Вестники возвращаются, и, затаив дыхание, Иаков ждет ответа. От брата не пришло никакого сообщения. Ни одного слова Исаф не посылает своему брату, ему только сказали, что Исаф идет. Он собирается встретить Иакова с четырьмя сотнями человек. Как много четыреста человек? Можно вспомнить историю тоже из книги «Бытие», когда Аврааму пришлось спасать своего племянника Лота, которого взяли в плен. Так вот, чтобы вернуть Лота и его имущество, у Авраама всего было 318 человек. То есть 400 человек – это довольно много. Священное Писание открывает нам, что борьба близнецов Исафа и Иакова началась даже до их рождения. Они еще боролись в утробе матери. Затем Иаков получил благословение Исафа. И кажется, что теперь, именно теперь и пришел день расплаты. Иаков должен встретить своего близнеца и своего страшного противника. Можно сделать предположение, что в течение 20 лет именно этот страх не покидал его полностью. Теперь остались только часы до встречи. А получая сообщение, или не получая никого сообщения, только того, что Исаф приближается с людьми, Иаков, предчувствуя угрозу, сразу начинает действовать. Он понимает, что большой караван, который у него есть, является слишком легкой целью для людей Исафа. Он принимает решение разделить людей. Вы знаете, это очень отчаянные действия. А он предполагает и думает, если люди Исафа встретятся и нападут на одну половину каравана, ну хотя бы другая половина сможет убежать. Среди даже страха и суеты мы все-таки замечаем, что Иаков вернулся другим человеком. Иаков вернулся другим человеком. Когда он оставил дом отца и пришел к Лавану, Иаков был очень самонадеянным. За 20 лет Иаков исправился. В какой-то степени он сильно похож на одного из героев притчи Господа нашего Иисуса Христа. Удивительная книга Библия. Во всем мы с вами замечаем одного автора и единство повествования, притча о блудном сыне. Младший сын возвращается домой, где ему предстоит встреча с отцом и старшим братом. Только он возвращается другим человеком. Как и герой притчи Господа Иисуса Христа, Иаков пришел в себя и возвращается домой. Бог давно начал работать в сердце этого человека, как скульптор, не спеша, используя причиняющие боль инструменты. Бог создает, Бог творит в нем нового человека, Израиля. Работы было уже много, но, оказывается, Бог еще не закончил. Вы знаете, после замешательства и суеты разделения каравана, мы читаем о том, что, скорее всего, в жизни Иакова никогда не происходило. По крайней мере, об этом не говорит нам Священное Писание. Иаков обращается в молитве к Богу. Иаков, наконец-то, обращается в молитве к Богу. Вы можете себе представить, если бы Иаков был членом нашей церкви, его молитв мы бы с вами не слышали 20 лет. 20 лет не слышали мы молитв этого человека. Я думаю, тем более стоит внимательно послушать, о чем же молится человек, в жизни которого, в сердце которого работает Бог, как скульптор. От 9 стих до 12 стиха этой главы сказал Иаков, «Боже, отца моего Авраама, Боже, отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, я буду благотворить тебе. Не достоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исаава, ибо я боюсь его. Я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». Это очень-очень короткая молитва, но как много в ней сказано. Иаков больше не является независимым, управляющим своей жизнью. Братья и сестры, он теперь верующий. Он теперь верующий. С одной стороны, он признает недостойность, с другой стороны, не перестает удивляться милости Бога. И это самый главный признак действия благодати в нашей жизни – не перестать удивляться тому, что Бог делает для меня. Больше того, Иаков верит. Верит, что Господь его избавит его от угрожающего наступления Исаава. Верит, потому что запомнил обещание Бога – «Я буду благотворить тебе». Однако искренняя молитва Иакова совсем не делает его пассивным. Я думаю, это большой-большой урок для всех, кто ищет благословений от Бога. Ищет благословений от Бога, но делает все, все от него возможное. Вы знаете, когда-то Иаков хитрил, достаточно много хитрил в своей жизни, но теперь его действия проникнуты мудростью. Он ждет Исаава. Если Исаав намеревается прийти как враг, Иаков встретит его как друг. Если Исаав думает сделать зло, Иаков делает ему добро. Он приготовил великолепный дар брату. Писание говорит нам о том, что он приготовил 550 животных. 550 животных – это очень великодушная цена. И он не просто пытается купить брата за дары, но за дарами стоит добрая воля и новый человек. Дело в том, что когда-то Иаков украл благословение Исаава. Теперь это новый человек. Это человек, который покаялся, и он возвращает то, что он украл. Возвращает украденное благословение брата. Возвращает сполна. Возвращает великодушно. Это знак глубокого покаяния человека. Слуги Иакова должны расположить стада в определенном порядке. Козы отделяются от овец, верблюды от ослиц. И между каждым караваном установлен подходящий интервал. Каждый подарок сопровождается сообщением. Это подарок, посланный господину моему Исааву. Вот и сам он за нами. Это было первое действие Иакова для приготовления ко встрече с Исаавом. Когда наступает ночь, Иаков думает еще об одном действии. Все, что у него теперь осталось, а именно семья, он переводит подальше от Исаава. И переводит через реку. И может быть, как последняя надежда, река служила для него барьером для людей Исаава. Итак, Иаков разделил имущество, послал брату подарки, перевел семью через поток. И теперь, очень интересно, Писание говорит, что он остается один. Иаков остается один. Ему было очень страшно. Он молился, сделал все, что он мог. Утром должен приблизиться Исаав и его люди. Интересно, как действует Бог тогда, когда нам страшно. Очень интересный урок Священного Писания для тех, кто переживает какие-то страхи в жизни. Бог не забирает от нас страх. Бог не избавляет нас с вами от событий, которые приносят нам страх. Но Бог всегда дает нам причины не бояться. Бог всегда дает нам причины не бояться. Вы знаете, вот как только начинается эта глава, мы читаем, что когда Иаков шел путем своим, написано, что его встретили ангелы Божии. Это самый первый стих этой главы. То есть, только Иаков приблизился к земле, он получил заверение от Бога. А Псалом 90 еще не был написан, но в жизни Иакова уже исполнилось сказанное Псаломопевцем. «Ибо ангелам своим заповедует о тебе, охранят тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Вы знаете, вот эта вот встреча с ангелами была настолько впечатляющей для Иакова, что Иаков дает название этому месту, называет его Маханаим или два лагеря. Это было обнадеживающее начало испытания, его стан, его дети, его жены сопровождают ангелы. Этим самым Господь напомнил Иакову, что его возвращение не было чем-то самой собой разумеющимся. Дело в том, что Иаков вступал в землю, которую Господь приготовил для своего народа. Это была по-настоящему святая земля. И неудивительно, что именно эту землю должны были охранять группы ангелов. Итак, первая часть этой главы – это возвращение Иакова. А вторая часть – это борьба Иакова с незнакомцем. Он остается один после молитвы, тщательного планирования, один ночью. И в 24 стихе этой главы мы читаем. «Остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. Согласитесь, очень странное повествование. Сегодня борьба – это вид спорта. Борьба – это схватка двоих людей, в которой каждый старается осилить другого. Но я думаю, это уж очень необычное явление Бога. Текст дает нам понять, что иногда Бог действует совсем не так, как мы для себя представляем или думаем. Знаете, из Священного Писания мы с вами знаем, что Иаков был очень сильным человеком. Он мог подойти к устью колодца и отодвинуть камень, который закрывал это устье. То есть это был очень сильный человек. Итак, борьба, в которой соперник Иакову не уступает, потому что это был очень необычный соперник. А в темные часы ночи эта борьба продолжалась до рассвета. Продолжалась до тех пор, пока необычный соперник Иакова коснулся его бедра, после чего Иаков остался хромым человеком. В течение этой борьбы мы замечаем, что Иаков очень хорошо понял, кто с ним борется. Он разобрался в том, кто его соперник. Это был сам Бог, который пришел в виде ангела. Вы знаете, в Священном Писании есть комментарии этого события. Об этом комментирует пророк Осия. Так вот, в книге пророка Осии, в 12 главе, в 3-м и 4-м стихе записаны следующие слова. «Еще в очереди матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог. Плакал и умолял его в Вефиле. Он нашел нас и там говорил с нами». Для чего же пришел Бог таким образом к Иакову? Для чего нужна была эта странная схватка неравных сил? Вы знаете, вот тот, что Иаков остался один за потоком, уже говорил о многом. Не было никаких сомнений в том, что это другой человек. Часть своего имущества великодушного он отдал брату своему Исаву. «Детей и жен перевел через поток. Что же еще нужно тебе, Боже? Что нужно тебе еще от Иакова? Почему ты приходишь как соперник, который борется с Иаковом? Что же еще незаконченного осталось в жизни Иакова? Скорее, это самое драгоценное. Скорее всего, это именно сердце Иакова, что Иаков еще не до конца понял. Именно поэтому Бог приходит к нему таким необычным образом. Являет себя в борьбе или в схватке. Знаете, я думаю, если вот эта вот история совсем не покажет нам с вами странной, если мы немножко посмотрим на жизнь семьи, а скорее всего нет такого отца, у которого не было бы такой возможности играть со своими маленькими детьми. Конечно, если это мальчишки, отец борется с детьми, то когда отец борется с детьми, он борется особенным образом, не так ли? Скажите, разве даже самый сильный отец не сможет сделать так, чтобы сын боролся с ним всю ночь? Разве даже самый сильный отец не сможет сделать так, чтобы сын боролся с ним всю ночь? Разве не знает отец, как схватиться с сыном, чтобы тот мог почувствовать силу отца и в то же самое время держаться отца до рассвета. Отец точно знает, как и где схватить своего сына. Отец точно знает, как сделать, чтобы сын остался победителем и в то же самое время остался побежденным. Отец точно знает, как сделать так, чтобы сын остался победителем и в то же самое время остался побежденным. В своей удивительной милости Бог Отец делает это для Якова. Бог не пришел к нему как противник, пришел как отец. Это не была борьба на вызывание, это был замечательный урок. Итак, борьба продолжается до рассвета, и мы читаем, «Боролся с ним некто до появления зари, и увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним». В самый разгар борьбы, прикосновением любящего отца, Бог касается бедра Якова. О, сколько мудрости у нашего отца, прикосновение, которое принесло боль, вывих бедра. Следствие там вывиха было то, что теперь Якову ничего не остается, как только еще крепче схватиться за соперника. Бог вывел его бедро, чтобы еще крепче Яков мог схватиться за соперника. О, это именно то, что Бог хотел от Якова, крепче схватиться. Крепче держаться. И борьба продолжается до тех пор, пока Бог говорит Якову, отпусти меня, отпусти меня. И в ответе Якова сокрыты все поиски его жизни. 26 стих. «Не отпущу тебя». Он знает, кто с ним борется и просит, и говорит, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Удивительная просьба о благословении. Долгая ночная борьба. Вывих бедра и, наконец, разговор. И, наконец, просьба. Благослови меня. Вы знаете, с чьим написанием мы ясно узнаем, что благословляет всегда тот, кто больше. Благословляет всегда тот, кто больше. Иаков хорошо, безошибочно понял, кто его соперник. Это не были ангелы, это не был Исаф, это был Бог. Но теперь мы должны спросить Иаков, разве в твоей жизни мало благословений? Разве мало в твоей жизни благословений? Ведь ты сам сказал, у меня валы, ослы, мелкий скот, рабы и рабыни. Благословений было предостаточно. Точно так, как предостаточно благословений в нашей жизни. Но, оказывается, имея огромное количество благословений, мы можем упустить самое главное. Имея огромное количество благословений, мы можем упустить самое главное. Упустить не благословения, но благословляющего Бога. И сколько времени иногда проходит в нашей жизни, до тех пор, пока мы не осознаем, что в действительности нужно от нас Богу. В ответ на просьбу о благословении Якова, Бог не отвечает, а спрашивает его, «Как имя твое?» Братья сестры, это очень интересно, когда Бог спрашивает человека. Он отвечает, «Яков, меня зовут Яков». Так вот, в чем смысл борьбы, в чем смысл суть благословения. Тебя ведь зовут Яков, и ты наконец-то это понял, ты наконец-то это признал. Имя, которое говорит о многом, вся твоя жизнь, все поступки сокреты в этом имени. Ты – Яков. Вопросы к Богу. И дело не в том, что Богу нужна какая-то информация, а дело в том, что, отвечая на вопрос, мы открываемся для Бога. Отвечая на вопросы, мы открываемся для Бога. Есть еще одна не менее интересная, замечательная история, где Бог спрашивает человека об имени. Точно так, когда-то Господь Христос спрашивал человека из Гадаринской страны, бешеного человека, которого ковали цепями, ничего не могли сделать. После того, как Господь исцелил его, Он спросил его, «Как тебе имя?» Все, что мог ответить этот человек, Он сказал, «Я легион, я Яков, я грешник». Наконец-то Яков произнес это. «Я грешник». Неужели в этом простом признании был смысл жизни Якова? Неужели в этом был смысл 20 лет странствования в чужой стране, чтобы в конце концов когда-то Богу признаться, меня зовут грешник? Братья и сестры, дорогие друзья, оказывается, от этого мы с вами можем убегать всю жизнь. Поврежденное бедро Якова, все, что теперь он может, крепче держаться за Бога и, наконец-то, произнести «Я грешник». Именно к этому вел Якова Бог 20 лет. И Бог ждет не просто признание, Он ждет нашего отчаянного страха. Бог ждет от нашего отчаянного страха остаться вне Его благословения. И это смысл и суть искренней веры. Бояться остаться вне благословений от Бога. Вы знаете, с тем, как выполняется наш христианский опыт, пополняется копилка наших дел. И чем больше у нас с вами заслуг, тем меньше нам нужен Бог. Скорее всего, помните, как апостол Павел боролся со своими заслугами. Вы помните борьбу в его жизни, как часто он боролся со своей праведностью и говорил, «Не хочу найтись в нем со своей праведностью. Я боюсь моей праведности. Я хочу праведности Христа». С той праведностью, которую Бог дает нам по вере. Может, и в этом есть смысл настоящей веры. Страх остаться вне благословений Отца. Не отпущу тебя. Итак, возвращение Иакова, борьба Иакова и последнее – это хромота Иакова. А скорее всего, вам приходилось рассматривать картины, когда, вот иногда, чтобы увидеть самое главное, нужно смотреться в детали. Так вот, в 32-й главе есть короткая деталь, которая подводит, вот мне кажется, итог всему происходящему. Давайте прочитаем эти стихи. Последние два стиха 32-й главы. И взошло солнце, когда Яков проходил Пенуэл. Хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне, сына Израилева, не едят жилы, которые на составе бедра, потому что, боровшийся, коснулся жилы на составе бедра Иакова. Иаков хромал на бедро свое. Для того, чтобы сердце Иакова теперь полностью принадлежало Богу, Бог должен был вывихнуть бедро Иакова. Вывих бедра, но исцеленное сердце, исцеление сердца, скорее всего, это путь Бога каждому из нас. Лишить нас того, что делает нас уверенными в себе. Вывихнуть тот, что делает нас сильными. Бог касается именно того, чего мы больше всего держимся в жизни. Это то, что происходит в жизни Иакова. А давайте вот тебе попробуем представить жизнь Иакова. А может быть, когда вот все прошло, первые вопросы детей. Папа, что случилось? Следующая глава говорит нам о встрече с Исавом. Очень интересное повествование. Иаков идет первым. Он идет первым. И у тебя теперь не страшно. Не страшны люди, потому что Бога встретил лицом к лицу. Но в ее походке видно хромоту. То есть на всю жизнь остался вот этот вот порог быть хромым человеком. На всю жизнь. Или постоянное напоминание о том, что теперь вся моя зависимость от Бога. Вся моя зависимость теперь от Бога. И так люди видят хромоту Иакова. Этого теперь не скрыть. Интересно, а что люди видят в нас? Интересно, что люди видят в нас? Что люди видят в нас, когда встречают наши с вами взгляды? Так вот говорят. И, наверное, это действительно так, что глаза – это зеркало души. Много можно скрыть за словами, за мимикой. Но так тяжело человеку скрыть душу. И очень часто во взгляде человека можно увидеть душу. Что люди видят в нас, когда мы встречаемся с ними взглядами? Что видят люди в нас, когда они замечают наши жесты? Когда мы что-то с вами говорим? Вы знаете, хромоту, настоящую хромоту, хромоту Иакова, если это произошло в нашей жизни, должно быть заметно. Невозможно, чтобы такого переживания, такого опыта было незаметно. Слышал одного проповедника, вот как-то комментируя эту историю, он привел пример из своей жизни. Он говорит, что у меня есть очень хороший друг. И вот он говорил о встрече, которую они имели на паркеладе церкви. Он говорит, мы просто стояли, разговаривали, я обратился к своему другу. Он говорит, очень близкие друзья. Я спросил его, в твоей жизни что-то произошло? Он говорит, да, произошло. И не произошла какая-то трагедия, а вот именно произошла встреча, как у Иакова, этот человек хромал. Этот проповедник говорит, я заметил, я понял, что вот такую хромоту невозможно скрыть. Невозможно скрыть такую встречу с Богом. Невозможно скрыть такие переживания, когда человеку ничего больше не остается, как только ухватиться за Бога. Такого человека легко заметить. Такой человек располагает к себе и всегда вызывает доверие. Зашло солнце, когда он проходил Пенуэлл и хромал на бедро свое. Это тоже очень интересно. Оказывается, солнце сияет над теми, кто хромает. Я думаю, нам всем стоит надеяться на такую встречу с Богом. Именно ради такой встречи стоит жить и ждать. А время обязательно придет. Бог коснется нашего бедра. И мы ухватимся за Бога так, как никогда раньше. Как никогда раньше мы произнесем слова молитвы и благодарности. Знаете, в жизни человека есть покаяние, первое покаяние, когда открывается для нас Царство Небесное. Но я думаю, все-таки Бог и верующего человека ведет дальше. Верующего человека Бог ведет дальше к более глубокому пониманию и познанию Бога. У Якова было именно это. Вы помните, когда-то Иов прожил тяжелые испытания в своей жизни, но все же он понял и сказал, что когда-то Бог, я тебе слышал слухом уха. А теперь я близко знаю тебя. А теперь мои глаза видят тебя. Братья и сестры, Господь вас, именно вас и меня ведет к этой встрече. И ради такой встречи стоит жить. И стоит ждать и надеяться, что придет это время. Бог коснется нашего бедра. Мы ухватимся за Него, как никогда раньше. Знаете, в свете того, что книга «Бытие» говорит о ночной борьбе Якова, мы теперь должны увидеть еще и другую ночь, и другую борьбу. Мы с вами должны увидеть Господа Иисуса Христа, который борется в огоне Гефсиманского сада. Не так ли сказано о нем, находясь в борении, молился? Братья и сестры, мы понимаем, что он не отступил, пока не получил благословение, но искал благословение не для себя, а для других. Не отпущу тебя, пока не благословишь других. Место, где проходила борьба Якова, получило название Пенуэл. Что значит, я видел Бога лицом к лицу? Я видел Бога лицом к лицу. Не может быть более близкого общения человеком с Богом. В темноте голгофы Бог скрывает свое лицо от Христа, чтобы мы сегодня с вами могли увидеть Его славу. Видишь и меня, видел Отца моего. Насколько силен нам с вами нужен сегодня Господь. Может быть, мы без Него сегодня легко справляемся. Насколько отчаянна наша вера и наша просьба. Не отпущу тебя. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. У кого желание помолиться, пожалуйста, помолитесь. Продолжение следует.